Вести Карачаева, Черкесия Уникальная операция по удалению опухоли забрюшиного пространства. Курзина Чанкаева, учитель информатики первой школы Станицы Зеленчукской, стала призером Всероссийской профессиональной олимпиады. И пришкольные лагеря Черкеска начнут работу с 10 июня и примут около 2000 школьников. А теперь подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр республики Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачаева-Черкесии, на котором рассмотрены более двух десятков вопросов. Члены Кабинета министров приняли проект постановления, предусматривающий внесение изменений в закон о налоге на имущество организации. Он разработан с целью распространения льгот по налогу на имущество, в том числе на участников специальных инвестиционных контрактов. В частности, предусмотрена возможность понижения налоговых ставок на оригинальном уровне для участников специальных инвестиционных контрактов. Утвержденный порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Данную выплату в Карачаеве-Черкесии получат порядка 20 тысяч детей. Ее вправе получать семьи, у которых размер среднего душевого дохода не превышает региональный прожиточный минимум. Россия невнимательно следит за ходом специальной военной операции на Украине. Своё мнение выразил член регионального штаба Народного фронта в Карачаеве-Черкесии Магомед Узденов. Почему я поддерживаю нашего президента? Потому что Запад уже сколько время они на нас постоянно давят. Это первое. Второе. 10 февраля 2007 года в Минчине на конференции наш президент заявил, что НАТО остался в своих границах. Нас кто послушал? Нет. Восемь лет идет война в Донбассе, в Запад. Минские соглашения подписал, но что-нибудь делал? Нет. Люди гибнут в Донбассе. Их кто-то должен защищать? И наш президент решил защитить людей в Донбассе и Луганске. Сколько людей погибло? Кровь, пожары, взрывы. Все это люди перенесли. Сегодня то, что наш президент сделал, я за двумя руками. В Республике впервые выполнена уникальная операция по удалению опухоли за брюшиного пространства. Оперирование 64-летней пациентки со злокачественной опухолю, которая вовлекла в опухолевый процесс крупные подвздошные сосуды, выполнено на базе онкологического диспансера имени Бутова. Бригада онкологов совместно с хирургами сосудистого центра региона выполнила полное удаление опухоли с резекцией и восстановлением магистральных сосудов, пораженных опухолю. Операция длилась три часа. Послеоперационный период протекает без осложнений. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду теплосети республиканской столицы проведут капитальный ремонт 419 погонных метров теплотрассы. Так, по улице Красноармейской заменят 195 метров, по Леонова – 127 метров и по улице Грибоедова – 97 метров. Для обновления теплотрассы понадобится 838 метров трубы. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, замене подлежат теплосети 80-х годов прошлого века, остро нуждающиеся в капитальном ремонте. При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить к 1 июля текущего года. Жители Черкеска и Прикубанского района подали 561 заявку на бесплатную газификацию до границы участков. Это почти 27% от общего числа заявок. Их общее количество – 2084, поступивших от жителей республики в Газбром газораспределение Черкеск с начала реализации программы догазификации. Напомним, Черкеск и Прикубанский район обслуживает одна ремонтная эксплуатационная служба «Газбром газораспределения Черкеск». Продолжается прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. При этом пособие назначаются с 1 апреля, то есть подав заявление в мае, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и май. При условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. В органы Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии за первые 10 дней мая поступило более 15 тысяч заявлений. На сегодняшний день уже рассмотрено и одобрено порядка 2,5 тысяч заявлений на более чем 4 тысячи детей. Этим семьям уже с 11 мая начали поступать первые выплаты сразу за два месяца – апрель-май. 99% заявлений было направлено дистанционно через портал государственных услуг. Еще 24 заявления подано в многофункциональные центры и 53 в клиентские службы Пенсионного фонда, которые продолжали работать все праздничные выходные дни мая. С повышением пенсионного возраста в России появилась новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для этой категории установлены ряды льгот и мер социальной поддержки. Новые льготы – льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой. Получить сведения о том, является ли гражданин предпенсионером, можно обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. В Карачаево-Чекесе в этом году будут модернизированы 15 почтовых отделений. На их базе появятся центры социальных услуг, так называемые ЦСУ, что подразумевает расширение перечня услуг для граждан. Планируется открытие аптечных пунктов. Кроме того, почта получила разрешение и на доставку без рецептурных препаратов. А еще в данных почтовых отделениях начнут оказывать госуслуги по принципу МФЦ, в частности создание и верификация профиля в системе ЕСИА. Это единая система идентификации и аутентификации на портале госуслуги. У жителей Карачаево-Чекеси появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Наша республика попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована. Стартует она уже этим летом. Информацию комментирует министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи в настоящее время, имеет крайне важное значение, ввиду того, что ее основная цель это популяризация и развитие молодежного предпринимательства путем формирования и реализации комплексной меры по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов, проектов из числа молодежи Карачаева-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаева-Черкесской республики. Прешкольные лагеря Черкеска начнут работу с 10 июня и примут этим летом более 1700 школьников республиканского центра. Всего в городе будут организованы 15 оздоровительных площадок дневного пребывания, их будут посещать учащиеся первых-седьмых классов. За каждым отрядом из 25 детей будут закреплены воспитатель и его помощники из числа педагогов школ. Для школьников в период пребывания в лагерях запланированы различные увлекательные викторины, конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, а также познавательные экскурсии и походы. Отдых детей будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Межведомственная комиссия уже завершила предварительное обследование готовности перешкольных лагерей. На древнее озеро Туманлы-Кёль в Ганачхирском ущелье, возраст которого насчитывает несколько тысяч лет, сошлись селевые потоки. Сейчас вместо кристально чистой воды здесь настоящее болото. О том, как будут устраняться последствия грязевого потока, рассказал начальник отдела экологического просвещения Тибердинского нацпарка Юрий Саркисян. Озеро потеряло привлекательный вид, но сотрудники Тибердинского национального парка примут все усилия для того, чтобы восстановить поверхность озера. Будет очищено озеро. Вот немножко сейчас снежок оттает, и будем чистить. Помочь нам в этом будут сотрудники МЧС КЧР. Надеемся, что привлекательный вид озера сохранит. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачащике при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказывает министр культуры региона Зураба Гирбов. Будет включать в себя четыре специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как с современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на Земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры, поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно. И действительно артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. Кульзина Чанкаева, преподающая информатику в школе номер один в станице Зеленчукской, стала призером заключительного этапа второй Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики про IT, организатором которой является Академия Минпросвещения России. Заключительный этап проходил в Москве. Кульзина Пахатовна заняла шестое место, тем самым вошла в десятку лучших учителей в данной дисциплине. В России с 2020 года на 8,5% увеличили количество бесплатных мест в вузах. Более 64% выпускников российских школ в этом году могут претендовать на бюджет. В Крачаево-Черкесии большая часть бюджетных мест, порядка 500, должна быть выделена на специальности образования и педагогические науки. Более 170 мест получат направление информатика и вычислительная техника. 154 места планируется выделить клинической медицине, 115 – математики и механики, а также около 90 – сельскому, лесному и рыбному хозяйству. 19 мая в республике начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Школьники будут сдавать экзамен по английскому языку, его выбрали более 200 учащихся. В Карачаево-Черкесии основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен в этом году планируют сдавать 4733 выпускника 9-х классов. Для сдачи экзаменов будет задействовано 30 пунктов проведения экзамена, в том числе 7 на дому. В текущем году выпускникам 9-х классов для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, и два предмета по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы. Президентская платформа «Россия. Страна возможностей» запустила второй сезон проекта «Топ-блог». В целях популяризации туризма «Ростуризм» приглашает представителей некоммерческих организаций в сфере туризма, туроператоров, а также всех желающих старше 14 лет бесплатно получить знания и навыки в сфере социальных медиа. В ходе обучения участники узнают, как развивать свой проект в сфере туризма и продвигать социально полезный контент, а также получат опыт взаимодействия с социальными медиа, наставничество от успешных блогеров и совместные проекты с партнерами. Особенно интересной инициатива станет для представителей некоммерческих организаций сферы туризма. В Карачаево-Черкесии будут развивать проектное мышление школьников. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовали занятия интерактивной школы для формирования проектного мышления «Скул-прожект». В рамках школы обучат более 100 школьников региона. «Скул-прожект» является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов. Его реализация позволит вовлечь учащихся республики в разработку проектов, актуальных и социально значимых для жителей республики. Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник разработал новый маршрут «Этнодороги» с концертом Государственной филармонии республики. Первыми по данному маршруту отправились студенты Карачаево-Черкесского педагогического и медицинского колледжей. Они посетили постоянные экспозиции музея, уникальное культурное наследие народов региона и Дом национальностей в выставочном павильоне музея. Далее состоялась поездка к Красногорской башне, расположенной в станице Красногорской, где артисты Государственной филармонии ансамбля казачьей песни «Любава» выступили с концертом. Артисты порадовали студентов казачьими песнями, создали невероятную атмосферу. Экскурсия продолжилась в Доме музея имени Крым-Шамхалова. Туристический маршрут включал в себя лекции научных сотрудников в музей-заповедника, прогулку по окрестностям Тиберды, ну и трансфер. Отправиться на экскурсию могут все желающие до 27 мая. Билеты можно приобрести по пушкинской карте. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Столика и Карачаева-Черкесия», посвященный столетию региона. В конкурсе, который прошел по направлениям «Политика, экономика, история и культура» приняли участие учащиеся восьмых-одиннадцатых классов, студенты СУЗов, а также авторские коллективы. Авторам пяти лучших проектов будет оказана консультативная помощь в подготовке к Всероссийскому конкурсу молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Работы 30 воспитанников детской художной школы Черкеска будут представлены на выставке к столетию Карачаева-Черкесии. В этой школе уже открылась итоговая выставка учебно-творческих работ учащихся первых-пятых классов, на которой представлено около 170 работ. Это живопись, портреты и натюрморты, выполненные в различных техниках. Из них три десятка будут представлены на республиканской выставке, посвященной вековому юбилею региона, которая откроется 1 июня в 15 часов в картиной галереи. Выставка в стенах детской художественной школы будет экспонироваться до конца мая и позволит всем желающим познакомиться с работами юных дарований. Ну и последняя информация. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Таулан Касаев одержал победу на всероссийских соревнованиях по дюдо среди мужчин в памяти чемпиона Европы Магомеда Прочиева, которые прошли в Назране Ингушетии. Таулан выступает в весовой категории 60 килограммов. За победу на этих соревнованиях наш спортсмен удостоен звания мастер спорта. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, в горах местами плюс 6-11 и выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, в ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 17. На этом новостной блок с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!